Образование, сбор налогов, хаотичные застройки и деятельность ночных клубов. Эти и ряд других актуальных вопросов обсудили депутаты на очередной сессии Народного собрания. В ее работе принял участие и глава Дагестана Владимир Васильев. Обо всем по порядку расскажет Зумруд Гамидова. Основным и самым главным вопросом сессии стал проект закона о республиканском бюджете на 2019 год. По словам министра финансов республики Юнуса Саадуева, доходы прогнозируются в размере 106 миллиардов рублей. Как и в предыдущие годы, бюджет остается социально ориентированным. Основные расходы предусмотрены на образование, социальную политику и здравоохранение. Вместе с тем, впервые бюджет Дагестана будет включать в себя резервный фонд. Его объем составит 640 миллионов рублей. Основные параметры республиканского бюджета характерируются следующими данными. Объем доходов составил 106,5 миллиардов рублей или с ростом к текущему году на 105,9%. Расходы предусмотрены в сумме 106 миллиардов рублей, с ростом 106,3%. Финансовый результат определен профицитом 457 миллионов рублей. Доходы бюджета сформированы в основном за счет федеральных средств, которые возросли на 4,9 миллиарда рублей и составили 75,3%. Далее традиционно перешли к выступлениям фракций. Депутат «Справедливой России» Рустам Курбанов заявил о необходимости наведения порядка в ночных клубах республики. Он обратился к контролирующим органам с просьбой как можно скорее устранить нарушения в этих заведениях. При этом, по мнению парламентария, нужно действовать исключительно в рамках закона. Особое внимание следует обратить и на воспитание дагестанской молодежи. Такие заведения противоречат дагестанскому менталитету. Конечно, одними запретами проблему не решить. Речь должна идти о строгом соблюдении действующего законодательства. Необходимо навести в работе ночных клубов должный порядок. Это требует и общество, в этом должно быть заинтересовано и государство. Но если они существуют, то должны строго контролироваться и приносить существенные налоговые поступления. К сожалению, это не так. На сессии были приняты поправки к ряду республиканских законов. Так, парламентарии рассмотрели проект закона об образовании. Речь идёт о транспортном обеспечении школ. В Дагестане вопрос подвоза детей в школы, которые находятся в соседних сёлах, весьма актуален. По новым правилам расходы на бесплатную перевозку возьмут на себя муниципалитеты. У нас о совершенно разных условиях находятся, особенно сельские школы и городские школы. Это и секрет. Даже элементарных реактивов в сельских школах находим. Не говоря бы о условиях. И так далее. И даже профильное обучение закон требует девятого класса. Сельские школы нет возможности. Я сейчас не могу, почему это нет. Поэтому автобус должен служить не только средством перевозки от дома до школы и обратно. Автобус должен превратиться в одно из мощнейших средств для создания государственных гарантий для получения одинаковых качеств образования. Актуальную проблему хаотичных застроек и проблему вывоза мусора из города поднял депутат от фракции КПРФ Саля Гаджиев. По его словам, в городе катастрофически не хватает мусорных баков. И на сегодняшний день это остаётся главной проблемой столицы. Давно назрела и проблема оптимизации дорожного движения. Депутат отметил недостаток парковочных мест в городе. Эту проблему, по мнению парламентария, может решить строительство многоэтажного парковочного здания. Нагромождение столицы с постройками не считает городостроительным планом, не только вызывает проблемы для автомобилистов, а в целом может угрожать жизни и здоровью людей. Большое количество хаотичных постройок мы можем видеть по улице Гагарина, Шамиля Акушинского. Проспект Акушинского загромождён рекламными счетами. Всего депутата рассмотрели около 30 вопросов. Также по решению избирательной комиссии вместо досрочно прекративших свои полномочия депутатов Магомеда Сулейманова и Магомеда Махачева, депутатские мандаты переданы Баширу Булатову и Арсену Шапиеву.